в данном видео сделаю обзор на дистрибутив dpin версии 23 rc2 23 версия дистрибутива на данный момент находится в разработке для ознакомления доступна вторая версия релиз кандидата для установки доступна версия с ядром 5 версии и 6 версии для установки на весь диск требуется 64 гигабайта свободного места на диске поэтому воспользуюсь с пользовательской разметкой в итоге пользовательская разметка у меня не заработала возможно это баг поэтому я выбрал расширенную разметку и разметил диск вручную после установки необходимо создать учетную запись здесь доступно множество различных аватаров для профиля так же можно выбрать временную зону и раскладки клавиатуры после входа встречает приветственное окно в котором можно посмотреть видео на китайском языке выбрать режим рабочего стола и прочие настройки также доступно несколько тем на выбор выбрать режим рабочего стола В левом нижнем углу можно переключаться между рабочими столами. Также доступен буфер обмена. По центру находится меню приложений и сами приложения. Справа снизу трей. Приключение языков. Чат с искусственным интеллектом. Настройки сети. Уведомления. Включение и выключение компьютера и календарь. А также сворачивание всех окон. Доступно следующее приложение. Приключение и выключение. 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 оно целую пять десятых гигабайта оперативной памяти доступно приложение tpn home для общения и отправления репортов также просмотра информационных ресурсов собственный магазин приложений установка проходит следующим образом следующие настройки при необходимости можно войти в учетную запись tpn и синхронизировать свои персональные данные настройки Используется ядро версии 6.6.25. Собственный браузер на основе Chromium. Собственный почтовый клиент. И так как DPN основан на Debian, используется пакетный менеджер APT. Субтитры создавал DimaTorzok Собственный аудиоплеер. Файловый менеджер. Просмотр изображений. Доступны следующие обои рабочего стола. Ну и открою чат с искусственным интеллектом. Для того чтобы им воспользоваться необходимо создать аккаунт. Соглашусь с правилами и создам триал аккаунт. Соответственно количество использований и задержка у триал аккаунта ограничено. Например задам вопрос какой лучший дистрибутив Linux. И он выдал результаты на китайском. Субтитры создавал DimaTorzok Также доступен глобальный поиск. Например веду запросы и данный запрос открывается в браузере. В целом внешний вид дистрибутива мне понравился. Напишите в комментариях что вы думаете про этот дистрибутив. И стали бы вы его устанавливать. На этом обзор дистрибутива D-PIN версии 23 и версии 2 завершен. До встречи в следующих видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok